Вы хотите продвигать свой YouTube-канал, но не знаете, с чего начать? А может быть, вы блогер, например, Instagram, и хотите расширить свое поле деятельности и на YouTube? А может, вы с помощью YouTube-канала хотите продавать свои товары или услуги, но не знаете, как его создать? Я помогу вам в этом. Как? – спросите вы. Сначала предлагаю посмотреть небольшое интервью, а потом я отвечу на ваши вопросы. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. В какой нише ваш канал? Здравствуйте! Меня зовут Виктория Корешкова, и у меня канал, который называется «Неправильный косметолог», то есть ниша «Красота, здоровье». О ком вы хотите оставить свой отзыв? Я хочу оставить свой отзыв о Ирине Ридель, которая помогает мне в ведении моего YouTube-канала. Как она на вас вышла? Ирина Ридель на меня вышла через Павла Багрянцева, то есть через его курс, который она проходила. В этот момент мы проходили основной курс по ведению YouTube-канала. И нас решили состыковать, потому что есть некоторые технические моменты, которые сложны для меня во всяком случае. И поэтому я решила воспользоваться предложением и попробовать найти для себя человека, который будет мне в этом помогать. Почему вы остановили выбор именно на ней? Ведь вам многие писали. Мне писало несколько человек, но свой выбор я остановила на Ирине Ридель, потому что она мне показалась наиболее инициативной, наиболее вовлеченной в процесс и человеком, который имеет свою точку зрения. И мне это важно, чтобы человек со стороны видел и подсказал мне, что хорошо, что не очень хорошо, какие есть еще фишки, какие можно применить еще методы, техники. То есть для меня это было важно, потому что некоторых моментов сама я не знаю. Что она сделала, чем помогла? Чем мне помогла Ирина? Тем, что она взяла на себя всю техническую часть. То есть моя ответственность это снять видео, все остальное делает Ирина сама. То есть монтаж видео, даже монтаж видео, превью входит в ее задачи. И, конечно же, все технические настройки по выкладке видео, по подбору тегов, хэштегов, настройке канала. Я этим совершенно не занимаюсь, потому что мне это неинтересно. Какое впечатление о работе с ней? Мои впечатления, конечно же, самые положительные, потому что канал потихоньку, постепенно развивается. У нас положительная динамика, но думаю, что об этом лучше скажут цифры, поэтому вам лучше посмотреть на слайд. Какие общие выводы и заключения вы можете сделать? Я считаю, что Ирина справляется со своей задачей хорошо. Кроме того, что она несет на себе техническую часть, она мне помогает в составлении контент-плана. Мы вместе думаем о том, на какие темы снимать, как бы, видео. И я надеюсь, что наша совместная работа приведет к самым положительным результатам. Порекомендуете ли вы ее своим друзьям и знакомым? Да, конечно, я бы рекомендовала своим друзьям и знакомым, если бы ко мне обратились с просьбой найти помощника для ведения YouTube-канала. Друзья, ну как, наверное, вы уже многие догадались, этот отзыв обо мне. Меня зовут Ридель Ирина, я менеджер YouTube. В июне 2020 года я получила сертификат о в окончании курса Павла Багрянцева «Менеджер YouTube от 0 до 100 тысяч». И практически параллельно я начала вести канал Виктории, который называется «Косметолог Корешкова, неправильный косметолог». Начали мы с ней сотрудничать в то время, когда на канале было 10 подписчиков. На сегодняшний момент на канале Виктории почти 3300 подписчиков. На днях канал выполнил условия монетизации и вчера мы с Викторией настраивали монетизацию на канал. Даже, вернее, можно сказать, что настраивала сама Виктория. Я единственное сказала, куда заходить, что делать, по пунктам расписала. Хотя, в принципе, здесь главное знать, куда войти, а потом уже YouTube, Google все четко по шагам расписывает и все совсем несложно. Сразу могу сказать, что это был мой первый опыт настройки монетизации. У меня у самой сильно билось сердце, я очень волновалась, но сохранила спокойствие. Потому что для Виктории вот эти все технические моменты, особенно если что-то не получается, для нее это просто выход из зоны комфорта. Она очень начинает нервничать, ее просто начинает трясти. Если еще я так же буду трястись, то ничего хорошего здесь не выйдет. Главное, внушайте своему клиенту спокойствие, даже если вы чего-то не знаете. Допустим, она мне задала какой-то вопрос, ответ на который я не знала. Я ее попросила там буквально пару минут. И вот здесь, друзья, Google вам в помощь. Заходите на любой поисковик, Google, Яндекс, неважно. Задаете тот вопрос, который вас интересует. Буквально в течение нескольких секунд вы этот ответ наверняка найдете. Потому что настройка монетизации, кабинет Google Adsense, это довольно популярная тема. На всех ресурсах вы найдете эту информацию. Так что я буквально за несколько секунд нашла этот ответ. И все у нас сложилось хорошо. И буквально на следующий день этот кабинет уже подтверждился. Вернее, как на следующий день. То есть вечером поздно мы настраивали вчера. Сегодня утром кабинет уже был одобрен. Но это еще не все. Был подтвержден только кабинет Google Adsense. То есть сама монетизация еще не прошла. Здесь нас пугают, что это возможно в течение нескольких месяцев. Даже. Но будем надеяться на лучшее. Я рада, что прошла этот этап. И я рада, что я обрела этот опыт именно с Викторией. И вы знаете, друзья, вот я сейчас сижу и думаю. Дело в том, что мы с Викторией ни разу не созванивались. Надо ли так делать? Можно так делать. Вот я живой пример. Но я так делать все-таки не советую. Я все-таки советую звонить своему клиенту. Это мы с Викторией. Мне так повезло. Мы с Викторией понимали друг друга с полуслова. И нам хватало общения вот такого. Клиенты бывают разные. И я все-таки думаю, что надо звонить. Поговорить с клиентом тет-а-тет. Понять, что волнует клиента. Что он хочет от канала. Особенно во время настройки канала обязательно нужно созваниваться. Это мне просто повезло. И мы обошлись без звонков. Даже настройка магнинтизации у нас произошла именно просто общением текстовым и голосовым. Вот как-то так. А сейчас я вам покажу несколько скринов аналитики развития канала. Косметолог Решкова, неправильный косметолог. Здесь вы видите, что на канале почти 3300 подписчиков. Когда я начала работать с каналом, я добавила описание канала и прикрепила на шапку необходимые ссылки. Также мной была создана шапка канала. Добавили трейлер. На главной странице были созданы плейлисты. И все выложенные мною видео были распределены по этим плейлистам. Самое популярное видео набрало уже 21000 просмотров. За то время, пока я работаю с каналом, видео набрали более 102 тысяч просмотров. А в часах это почти уже 5000. И за это же время видео были показаны более 1 миллион раз. Ну вот, друзья. Если вы хотите создать свой YouTube канал или продвигать уже созданный канал, обращайтесь. Мои контакты вы найдете в описании. Ну а вы, друзья, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще будет много интересного.